евгений старухин лесовик книга 2 рудники текст читает олег кейнс день первый вот и закончился суд надо мной не было каких-то громких заседаний долгих расследований разоблачительных речей прокурора и адвоката все прошло как-то буднично и быстро на все про все ушло три дня с момента моего задержания нынче система правосудия не утомляет себя долгими процессами это не выгодно государству она же делает деньги на заключенных как выяснилось тяжкие телесные повреждения я нанес той самой кодли что на меня напала в том переулке оказалась камера и на ней почему-то оказались только кадры где я бью бедных детдомовцев как и ожидалось прокурор просил максимум адвокат предоставленные мне государством флегматично попросил о снисхождении ввиду моего несовершеннолетия и в результате я получил три года вместо шести которые просил прокурор к счастью о десяти годах речи даже не было но три года тоже не сахар тем более что отбывать их придется на шахтах в альтмире да перспективы все равно не радужные сегодняшнего дня приговор вступил в силу эти три дня моего заключения тоже шли в зачет срока но как-то не сильно его уменьшали все эти три дня я думал что привело меня на скамью подсудимых и пришел к выводу что чрезвычайная наивность и доверчивость а также моя глупость и непослушание нельзя было верить димычу нельзя было верить насти и уж тем более нельзя было верить в честность полиции ведь дед меня неоднократно предупреждал после просмотров каких-то фильмов про милиционеров что нынче полиция не такая смотрели ли мы место встречи изменить нельзя или они скина но дед после этого все равно говорил что веры полиции нынче нет я пропускал эти слова мимо ушей видимо фильмы оставили больше впечатления нежели слова деда а зря будь я внимательнее или хотя бы вспоминая слова деда почаще не чувствовал бы себя сейчас таким круглым идиотом а может быть дело было в наивной вере в силу и справедливость большого брата государства уж очень сильно хотелось верить в эту фразу вор должен сидеть в тюрьме но эти наивности и доверчивость стоили мне свободы а значит они явно лишние надо избавляться от них самым жестоким образом пока еще не поздно хотя куда уж позднее и так уже срок получил и срок не маленький судья напоследок стукнул своим молотком и меня вывели из зала кстати никто из тех кому я отсылал письма даже не появился хотя о чем это я у них наверняка на почте тысячи писем а мой суд состоялся всего на третий день за эти три дня дедушка знаешь ли вынес мне всем мозги стращая самыми страшными карами за преступление как я его не убил сам не понимаю он затыкался максимум минут на десять и ведь что самое интересное ни разу не повторился да говорил в основном одно и то же но всегда разными словами и только когда он храпел я мог спокойно поразмышлять о своей судьбе но теперь и этот этап моей жизни подходил концу охранники в коридоре завели мне руки за спину и нацепили наручники после чего вывели из здания усадили в невзрачный микроавтобус и куда-то повезли через полтора часа автобус остановился меня схватили за руки и вытащили из машины меня поджидало здание с высоким забором по периметру на заборе даже была колючая проволока по углам квадратного периметра стояли вышки для караульных самих караульных там правда не наблюдалось на воротах которые в данный момент отъезжали в сторону красовалась большая надпись зао ситк интересно что она означает рядом с нами нарисовалась два солдата с автоматами наперевес серьезно тут у них меня затащили в какую-то комнату отделанную плиткой содрали одежду сняв хотя бы наручники и на том спасибо и окатили водой из бронсбойта обсыпали чем-то на выходе из этой комнаты и схватив меня за руки выше локтей потащили куда-то по коридору приятным это путешествие я назвать никак не могу голым да еще куда-то по еле освещенному коридору наконец-то меня притащили в зал капсул залом был собой здоровенный ангар в котором стояли стеллажи с капсулами капсулы стояли в четыре яруса вплоть до самого потолка сколько здесь рядов я посчитать не успел понял только что очень много в ряду же стеллажи и было что-то около сотни а может и больше середине среднего ряда за столом обедал мужчина лет сорока в очках всем своим видом показывающий как же ему все надоело под карманом на его белом халате на прищепке висела бирка на ней все та же непонятная аббревиатура зао ситк чуть ниже была написана должность техник и фио захарьев дмитрий олегович опять дмитрий но этот хоть олегович а не дмитриевич и на том спасибо не люблю я что-то в последнее время техников по имени дима с чего бы это вдруг сарказм пусть и мысленно и немного помог стало не так погано на душе один из охранников передал ему мой приговор тот пробежался по нему глазами кмыкнул отметив что-то для себя дочитав он нехотя встал и махнув рукой приглашая следовать за ним отправился вглубь зала у одного из стеллажей он начал колдовать над панелью результатом колдовства стал выезд нижней капсулы выехав к нам капсула открылась показывая свое нутро мне стало несколько неприятно здесь была целая куча трубок на месте куда надо ложиться вообще находилось какое-то желе а ты думал видишь ли тут тебе выходить из капсулы не придется а посему тут присутствуют вот эти трубочки которые будут тебя кормить и как и всякие выводить есть еще целая куча датчиков отвечающих за твое здоровье но на фоне этих пяти трубочек они совсем уж мелочь а вот это красноватое желе будет массировать твою вялую тушку пока ты в игрушке трудишься на благо государства так что давай малой ложись не задерживай мою встречу с ужином охранники сняли с меня наручники я залез в капсулу желе было приятной температуры не холодный и не горячий самый раз как надо оно меня обтекло мягко поддерживая мое тело расслабься и устраивайся поудобнее я вытянулся желе хорошо держала ребята подержите его и повернувшись ко мне добавил будет немножко больно сейчас я буду вставлять тебе два катетера извини за эту процедуру она очень неприятная но без нее не обойтись ну а чтобы ты вдруг не стал вырываться эти ребята и будут тебя придерживать с этими словами он приступил к действиям было неприятно противно даже больно но по сравнению с клыками кабана пропарывающими брюшину это оказалось детским лепетом когда катетеры заняли положенные места последовало втыкание двух капельниц вены это промелькнуло вообще незаметно оставалась еще одна трубка а вот эту трубочку надо будет проглотить это самое важное для тебя трубочка она тебя кормить и поить будет открывай рот сделал все как он говорил проглотил конец трубки он засовывал мне эту трубку в рот еще минут пять будто растягивая свое садистское удовольствие приговаривая что торопиться здесь нельзя после этого техник нажал какую-то кнопку и желе начал густеть спокойной ночи малой было последним что я услышал перед тем как капсула закрылась отсекая меня от реального мира так я и не успел спросить что же означает это таинственное заоситк в мой затылок что-то ткнулась и я очнулся в белом ничто добро пожаловать в альтмир внимание вы находитесь в капсуле типа zk3 уровень чувствительности предполагает для вас от 30 до 50 процентов система диагностики вашего организма разрешает вам максимальный уровень чувствительности внимание у вас нет персонажа на рекомендуемом уровне чувствительности внимание у вас есть персонаж с более высоким уровнем чувствительности хотите его использовать ух ты а так можно конечно хочу внимание ваш уровень чувствительности повышен до 100 процентов внимание ваш уровень чувствительности превысил максимально допустимый отправлено письмо фирме разработчику капсул глубокого погружения по вашей ситуации внимание ваш персонаж будет перенесен на территорию противоположной фракции внимание у вас не выбрана фракция ваш персонаж будет перенесен на территорию фракции, отношение с которой у вас хуже всего. Внимание! Ваши текущие вещи и деньги конфискуются системой до вашего освобождения. Внимание! Вам закрыт доступ на использование почты до вашего освобождения. Внимание! Выход из игры вам недоступен до вашего освобождения. Внимание! Все ваши текущие титулы не будут приниматься во внимание до вашего освобождения. Внимание! Все ваши текущие заклинания заблокированы до вашего освобождения. запуск желаем вам приятной игры до приятной игры как же разработчики шутники белое привычно затухнув взорвалось яркими красками зеленого даже изумрудного леса повсюду куда хватало глаз выселись деревья гиганты таких деревьев я прежде никогда не видел а повидал я их много стволы были такой толщины что даже четверо взрослых мужчин вряд ли бы смогли их обхватить высоту же и их я определить затруднялся кроны их находились настолько высоко что я даже не думал что такое возможно посмотрел на себя и увидел что я опять одет в набор новичка заняты осмотром деревьев и себя любимого я не заметил как кто-то подкрался ко мне сзади аркан обхватил мою шею и опрокинул меня на землю не давая вдохнуть тут же меня перевернули на живот и спеленали руки и ноги стену в кисти и стопы вместе получилось этакая вязаночка из меня не могу сказать что мне от этого стало комфортнее меня повернули на бок я наконец-то смог рассмотреть моего мучителя а она меня да это оказалось девушка лицо ее приблизилось вплотную к моему и я смог его рассмотреть кожа покрытая камуфляжными пятнами зеленого и коричневого цветов ярко зеленые глаза с восточным разрезом греческий нос тонкие губы презрительно скривившиеся портили впечатление от этого красивого лица все это обрамляли прямые золотистые волосы из-под которых пробивались длинные острые уши одета же моя захватчица была в пятнистый камуфляж зеленовато коричневого цвета эльфы не самый плохой для меня вариант что это ты у нас тут разлегся жалкий человечешка что империя затеяла против нас войну если засылает шпионов или же ты прислужник костлявый злость в ее взгляде мне было непонятно я же ничего и не сделал видимо это необходимое условие для начала работ на шахте решил я для себя и перестал искать какой-то смысл в ее действиях заодно получив кляпу в рот стал быстро скотина иначе узнаешь не только силу аркана на шее но и вкус кнута на своей спине живо как раздался сбоку вопрос что как в ярости вскрикнула она как он должен встать со стянутыми за спиной руками и ногами сказал второй подошедший эльф это его проблемы уже несколько растеряв злость проговорила эльфика ты не объективно это плохо совет узнает об этом проговорил эльф а я получил сапогом по ребрам от эльфики и об этом тоже вы же знаете да я знаю о твоих непростых отношениях с человеческим родом но ты не должна забывать о своем долге я не забыла я поймала лазутчика а что говорится в законе о пленниках они должны предстать целыми и невредимыми перед советом так почему ты позволила себе его ударить это была моя слабость вы правы пусть совет узнает об этом а вот это уже правильные слова эльф достал откуда-то шест и подцепил меня шестом под связанные руки и ноги угол моего обзора не давал четкого представления о том куда меня понесли через час когда мне казалось что руки и ноги у меня скоро отвалится там где они привязаны меня бросили на поляне за время нашего путешествия у меня даже подросла стойкость на один пункт наконец-то развязали мои многострадальные конечности лучше бы этого не делали право слова кровь вернувшись к затекшим конечностям начала колоть их иглами боли я заорал даже через кляп который никто не удосужился вынуть через три минуты крика я получил еще один плюс к стойкости после чего меня все же отпустило оказалось что за это время у меня даже здоровье упало до середины шкалы веселые однако ребята эти эльфы чтобы их черти драли я вынул кляп и поднялся земли на меня смотрели четверо эльфов и одна эльфийка с седыми волосами несмотря на седину волос лица их были молоды ни одной морщины не пролегала по их лицу неплохо быть эльфом девушки и женщины должны это ценить впрочем что-то я туго соображаю в начале игры же можно сделать себе какую угодно внешность как ты оказался в наших землях человек голос седого эльфа тоже не был старческим обычный мужской голос я не знаю еще недавно я был в землях баронство крэнон в человеческих землях ты лжешь человек крэнон находится на другой стороне великого леса приятный голос седой эльфийки меня не обрадовал я не лгу так скажи нам как ты здесь очутился я не знаю аланиель звуку от меня внезапно нарисовалась эльфийка взявшие меня в плен откуда вели его следы следов не было непонятно неужели люди овладели утерянным знанием пространственного перехода старейшины позвольте внести предложение эльфийку явно что-то или кто-то злил я почему-то догадываюсь что это был я вот только не догадывался почему но вносит тарапыга то наша предлагаю отправить его на рудные шахты как обычных пленников а если он захочет что-то рассказать то он всегда сможет обратиться к охранникам здравая мысль все седые эльфы кивнули а довольная усмешка мелькнувшие в глазах моей захватчицы меня несколько напугала сдается мне кончилась присказка и сейчас начнется сказка работа на рудниках на благо государства российского надеюсь они не урановые это было моей последней мыслью седой эльф сделал какой-то пас руками и мое сознание погасло когда я очнулся чувствовал себя прекрасно выспавшимся видимо меня отключили надолго но к моему прекрасному самочувствию добавился металлический ошейник с надписью собственность леса аурин да вот я и стал чьей-то собственностью а аурин надо полагать лес в котором меня схватили негостеприимные эльфы кроме того я стоял в центре лесной поляны поляна была большой прям таки огромной на этой поляне была навалена какая-то здоровенная куча справа от нее какой-то провал переведя взгляд еще правее заметил длинный вытянутый дом но его загораживали чьи-то сапоги перевел взгляд вверх рядом со мной стоял эльф на котором не было живого места от шрамов один из шрамов даже пересекал глазницу на месте этой глазницы красовалась черная повязка единственный оставшийся глаз светился отнюдь не добротой и лаской как мне хотелось бы а вовсе даже ненавистью кончай свои зенки пучить вставай мясо вот твоя кирка землю рядом с моей головой прямо перед глазами воткнулась озвученная кирка живо за работу не успеешь сделать норму до заката жрат вы не получишь а до заката осталось меньше половины дня кстати для тебя как старшего ученика рудокопа это составляет полторы тысячи кусков медной руды и 15 аметистов в день у меня непроизвольно отвисла челюсть это же невозможно подбирай свою жевалку с полу и шуруй в шахту лоботряс иначе не видать тебе вечером своей пайки он чему-то весело усмехнулся мне эта усмешка совсем не понравилась а последующая фраза добавленная им еще больше давненько к нам не попадали старшие ученики посмотрел на кирку плохая кирка урон 1 3 дробящий вес 5 килограмм прочность 20 из 20 дежавю только вот прочность повыше чем у моей конфискованные кирки последовал его совету подхватив кирку побежал к спуску в шахту перед самым входом меня окликнули молодой человек куда вы несетесь словно слепой паровоз потерявший свои вагоны это был дряхлого вида орк сидящий прислонившись громадному котлу на голове его красовалась небольшая тюбитейка из-под которой торчали седые кудри его внешний вид настолько не соответствовал орку что я едва обалку входа в шахту не ударился что растерялся я тележку говорю забыли какую тележку для руды или вы планируете таскать ее на своем извините горбу она не совсем чтобы легкая поверьте старому орку тележка вам весьма пригодится что еще больше растерялся я его внешний вид и речь меня прямо выбивали из колеи ой вей где ж таких непонятливых эти проклятые эльфы находят тяжело говорю руду таскать каждый кусок весит килограмм а их нужно за день порядочное количество вот для этих целей тележки и служат у них можно погрузить в два раза больше нежели нагрузив свою несчастную спину спасибо в тележку не положишь не забудьте старика вечерком отсыпьте чуть-чуть руды мне много не надо у меня нет нормы это для ради моей бедной старости медная руда и аметисты служа здесь прекрасной валютой и я бы не отказался от нескольких лишних кусков руды кроме того здесь еще иногда пробивается жила черной меди но она таки сама в глаза и руки не бросается ее еще найти надо за это она и ценится гораздо выше ой что это я совсем заболтал вас а вам кстати надо бы поторопиться осталось чуть чуть меньше половины рабочего дня работать правда можно и после его окончания но тогда на сон времени не останется да и факелы тоже за бесплатно не выдаются а здесь свободного от работы времени и так по плану не больше восьми часов на еду и сон почему вы сами руду не копаете старому орку приходится кашеварить на всю местную толпу шахтеров вот и не до этого но еще иногда новичкам советами помогаю вот как вам правда очень мало благодарных слушателей вернее слушателей как раз хватает а вот благодарных он развел руками и посмотрел по сторонам ясно благодарных маловато спасибо за информацию возможно я поделюсь с вами вечером внезапно выскочила системное окно внимание вам доступен подраздел библиотеки связаны с каторжными работами не интересно надо будет почитать при случае проверить информацию полученную от седого орка погнал тележку вниз шахта была довольно мрачноватым местом свет в ней поддерживался магическими светильниками стены и потолок поддерживались деревянными балками стоящими на распор по полу пролегали анти рельсы то есть не выступающие полозья под колеса а наоборот углубление под колеса тележки основной тоннель спускался вниз по спирали освещали его стоящие через каждые 20 метров магические светильники диаметр спирали судя по всему был весьма широк потому что угол поворота был весьма незначительным от основного пути через неравные промежутки в бок отходили штреки в которых игроки били жилы штреки были короткими на 45 жил максимум на каждой жиле работало по 3-4 игрока ни одного штрека длиннее сотни метров я не увидел концентрация количества жил просто поражала ни на что кроме игровых условностей я это списать не мог но не бывает такого в реальной жизни а из игроков кого здесь только не было орки люди дроу кобальды демоны тролли гномы даже кто-то с кошачьей головой затесался я попробовал было сунуться в первый попавшийся штрек но когда на меня в замахе поднялись сразу три кирки резко передумал и пошел искать свободный штрек таковой отыскался далеко не сразу я прошел мимо восьми десятков прежде чем нашел свое место добычи кстати колея антирельсов пролегала только по основному спуску и съезд для тележки получался не слишком удобным по умолчанию она катилась вниз по спирали и если надо было свернуть в бок то передние колеса надо было вытаскивать вручную на боковой путь жила порадовала всплывший надписью медная жила запас сто восемьдесят четыре тысячи триста двадцать шанс добыть медную руду сто процентов шанс добыть второй кусок руды 60 процентов шанс добыть аметист две целых четыре десятых процента время добычи одна минута до второй решил не ходить мне и этой за глаза хватит через каждые 10 минут приходилось делать паузу на минуту для восстановления запаса сил в общем обычная нудная работа уже через час у меня было 102 куска руды и 2 аметиста если все пойдет и дальше такими темпами то я смогу добыть норму всего за 15 часов они за 16 к моему глубокому сожалению навык рудокопа у меня на этой жиле не рос вообще зато потихоньку росли сила и выносливость но уж как-то очень потихоньку за целый час долбление руды сила выросла всего на два процента а вот выносливость росла несколько быстрее целых пять процентов но трудовой подвиг стаханова повторить мне было не суждено банально скрутила живот от голода система при этом не услужливо подсказала что если я не поем то через пять часов получу уменьшение силы и выносливости на 20 процентов и так будет продолжаться пока они не упадут до нуля при этом я не смогу двигаться и единственный способ избавления от голода смерть так что есть все же надо как и добывать руду хотя казалось бы как только сильно оголодал тебя убивает напарник и все работать не надо как-то этот момент не продуман надо будет уточнить его у орка старика закинул всю руду в рюкзак без тележки быстрее выйдет подняться наверх да и не набирал я до предела своей грузоподъемности на выходе меня встретил надсмотрщик в шрамах скептично оглядел меня сплюнул и сквозь зубы проговорил что-то не слишком много руды ты добыл или ты умнее сильнее всех и тележки тебе не нужны мне бы поесть еда выдается на рассвете кроме того что то я не видел чтобы ты сдал свою норму где твоя доля вон в той куче он показал рукой на громадную кучу медной руды но у меня уже сейчас начался голод это твои проблемы водички попей может легче станет усмехнулся шрам буду его так называть если хочешь жрать и выполняй норму не хочешь работать мучайся от голода а как вы узнаете сколько я добыл руды не переживай узнаю но если сомневаешься можешь вести свой собственный подсчет а пока брысь с глаз моих пока норма не набрал подойдя к куче руды я заметил рядом с ней деревянную табличку на которой были выжжены два числа пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок восемь и под ним тысяча три выгрузив из инвентаря руду и аметисты заметил что числа на табличке изменились ровно на сто два первое и на два второе ясно стилизованное электронное табло жажда меня не мучила а в полезности воды против голода я сильно сомневался проходя мимо седого орка повара поинтересовался скажите а почему все вкалывают как проклятые молодой человек а вы бы такие стали кормить дармоедов вот и они не хотят этого делать нет нормы и нет пайки суровый закон этого места и что можно же выполнить норму не торопясь пока голод не скрутит а потом благополучно напарник тебя убьет и воскреснешь без чувства голода какой наивный молодой человек все не так просто устроено как бы вам хотелось видите ли убитый возрождается с двадцатью процентами силы и выносливости и ему придется умирать раз десять прежде чем накопает норму а ведь ее таки еще оттащить наверх надо а гарантии что вашу руду не утащит кто-то предприимчивый пока вы тащите частью наверх никто не даст тому же умирать весьма неприятный процесс а доброго сожалеющего убийцу здесь ожидает не менее доброе и методичное избиение охранниками они такие большие любители если не профессионалы этого дела дадут прочувствовать боль каждой клеточкой своего тела и вот даже передернуло видимо испытал это на своей шкуре можно кстати спуститься вниз шахты чтобы встретиться с мобами они очень быстро устроит твою смерть но быть загрызенным заживо полчищами крыс не самая приятная смерть как далеко надо спускаться чтобы их найти ну что вы молодой человек самоубийство не наш метод работать надо много и хорошо тогда будете хорошо кушать и сладко спать а по поводу крыс должен вам сказать что это не самые приятные собеседники мне как-то довелось повстречаться с ними так вот они самые радужные впечатления вынес старый орк из той встречи скажите вам когда-нибудь отгрызали ногу я отрицательно помотал головой а руку тоже нет тогда вы меня вряд ли поймете очень скажу я вам неприятные ощущения так что не советую с ними связываться хотя охранники здесь иногда охотятся на крыс но делают они это примерно раз в неделю не чаще кстати их уровень не сравнить с вашим мрачная перспектива а зачем охранники на них охотятся для развлечения развлечения тут ни при чем дело все в том что эти твари весьма шустро размножаются и кроме того из них я готовлю нам еду из крыс а вы таки думали что тут курорт и вас будут кормить осетрины и лобстерами но не переживайте брезгливость проходит буквально на второй день голода голод почему-то всегда побеждает да и я вообще-то не брезгливый просто неожиданно это как то что аж тем лучше для вас значит вам нужно торопиться а то не получите свою порцию крысятины я побрел к своей жили за последующие 4 часа я добыл 415 кусков руды и 7 аметистов выросла выносливость на единичку это и послужило причиной для остановки я открыл окно своих статов характеристики 150 уровень 23 плюс 27,2 от следующего уровня сила 60 плюс 10 процентов от следующего уровня здоровье 42 плюс 35 процентов от следующего уровня выносливость 41 плюс 0 процентов от следующего уровня интеллект 19 плюс 87 процентов от следующего уровня мудрость 31 плюс 10 процентов от следующего уровня восприятия 17 плюс 59 процентов от следующего уровня ловкость 30 плюс 49 процентов от следующего уровня. Удача 101, плюс 10% от следующего уровня. Жизнь 420 из 420. Манна 310 из 310. Запас сил 410 из 410. Грузоподъемность 0 из 300. Скорость 1,5 из 3. Урон физический ближний 60 плюс 1 из 60 плюс 3. Урон физический дальний 30 из 30. Урон магический 19 из 19. Броня 0. Навыки 7. Атлетика 5, плюс 14% от следующего уровня. Острый слух 14, плюс 45% от следующего уровня. Скрытность 19, плюс 4% от следующего уровня. Тихий шаг 22, плюс 2% от следующего уровня. Понимание сути 17, плюс 25% от следующего уровня. Копия 3, плюс 10% от следующего уровня. Свежевание 5, плюс 0% от следующего уровня. Стойкость 20, плюс 0% от следующего уровня. Наблюдательность 12, плюс 8% от следующего уровня. Ночное зрение 8, плюс 20% от следующего уровня. Ловушки 4, плюс 60% от следующего уровня. Акробатика – 26, плюс 10% от следующего уровня. Альпинизм – 11, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление огню – 20, плюс 20% от следующего уровня. Критический удар – 47, плюс 1% от следующего уровня. Разделка – 6, плюс 28% от следующего уровня. Следопыт – 3, плюс 20% от следующего уровня. Луки – 11, плюс 40% от следующего уровня. Железная кожа – 1, плюс 0% от следующего уровня. Обыск – 12, плюс 35% от следующего уровня. Тайники – 6, плюс 94% от следующего уровня. Красноречие – 16, плюс 10% от следующего уровня. Торговля – 18, плюс 12% от следующего уровня. Искусство – 1, плюс 0% от следующего уровня. Магия воздуха – 10, плюс 23% от следующего уровня. Магия иллюзий – 1, плюс 15% от следующего уровня. Магия жизни – 3, плюс 26% от следующего уровня. Зачарование – 1, плюс 0% от следующего уровня. Достижения. Мастер-Ламастер – 3. Криворукий и хромой – 1. Самоучка – 5. Мастер на все руки – 1. Давид и Голиаф – 3. Интриган – 3. Квестодатель – 4. Неумолимый торгаш. 1. Белка-Летяга – 3. Друг леса – 2. Известная личность – 1. Нарекающий – 1. Профессии. Оружейник-ученик – 8, плюс 30% от следующего уровня. Травник-старший ученик – 1, плюс 9% от следующего уровня. Повар-подмастерье – 1, плюс 16% от следующего уровня. Землекоп-ученик – 9, плюс 15% от следующего уровня. Инженер-ученик – 3, плюс 10% от следующего уровня. Рудокоп, старший ученик, 1, плюс 80% от следующего уровня. Бронник, старший ученик, 4, плюс 15% от следующего уровня. Столяр, ученик, 2, плюс 10% от следующего уровня. Кузнец, старший ученик, 7, плюс 23% от следующего уровня. Отношения. Слава, 137. Фракция жизни, минус 1. Фракции света, 1. Пограничная, 410. Баронство Кренон, 46. Таланты, 16. Чувство металла, 3. Единение металлов, 1. Заклинание. Лечебный ветер, 15, каст 1 секунда. Самолечение, 10, каст 1 секунда. Щит воздуха аура, 30, каст 4 секунды. Затраты 1 манна в секунду. Светлячок, призыв 10 умноженный на интеллект, 20, каст 4 секунды. Искры, касание, 15, каст 1,5 секунды. Разряд, касание, 15, каст 1,5 секунды. Ледяное касание, касание, 15, каст 1,5 секунды. Страх, цель, 20, каст 4 секунды. Насыщение энергией, плотность потока регулируется. Захват душ, цель, 30, каст 1 секунда, продолжительность 5 секунд. Познание камня, касание, 20, каст 4 секунды. Какая же все-таки муторная работа у Рудокопов. Пока восстанавливался запас сил, думал о свободных 150 очках характеристик. Во мне боролись две мысли – удача и выносливость. Выносливость могла позволить отдыхать мне значительно реже. А удача – это удача. Благодаря ей Хрюша нашел тогда Мандрагору. Я почти уверен в этом. Кроме того, видимо, именно она может помочь мне отыскать жилу черной меди. Но есть еще и оборотная сторона. Выносливость сейчас хоть плохо, но растет. А удача вообще не растет. Кроме того, выносливость не сильно нужна мне в моем развитии за пределами шахты. А удача влияет на все. Может, и на улучшение будущего класса повлияет. Никаких сомнений у меня после этих рассуждений не осталось. Кину все в удачу. После чего посыпались таблички от системы. Ваша характеристика удачи превысила 100 пунктов и стала больше любой другой вашей характеристики в 3 раза. Поздравляем! Вы получили достижение удачи лепрекона 1. Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Ваша характеристика удачи превысила 250 пунктов и стала больше любой другой вашей характеристики в 4 раза. Поздравляем! Вы получили достижение Удачи Лепрекона 2. Слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Вы первый, кому удалось получить достижение Удачи Лепрекона 1. Награда за него увеличена вдвое. Добавлено. Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Вы первый, кому удалось получить достижение Удачи Лепрекона 2. Награда за него увеличена вдвое. Добавлено. Слава плюс три. Вам доступно пять очков характеристик, одно очко навыков. Вот интересно, я такой умный, что никто до меня не додумался так сильно вбухать в своё развитие удачу? Или такой глупый, что никому до сих пор не приходило в голову так её развивать? В любом случае, как говаривал мой дед, поздно пить боржомми, когда почки отвалились. Закинул новые очки характеристик всё же пополам в удачу и выносливость и потащил руду наверх. По дороге до верха я уже не один раз пожалел, что я не увеличил на эти 150 пунктов силу и выносливость, но продолжал толкать тележку. Через полчаса, высыпав содержимое тележки в кучу и спускаясь вниз, начал прикидывать. Десять часов без падения силы и выносливости дадут мне возможность добыть около 900 кусков руды. Следующие пять часов немного поменьше, около 400. А последующие пять часов, видимо, и принесут оставшиеся до нормы 300 штук. Это что же, мне придётся вкалывать не 15 часов, как я посчитал, а все 20? Тогда действительно остаётся время только на сон. Но это неправильно. Не могли они так точно всё рассчитать. И время моего сна, и мою силу с уносливостью, и уровень мастерства в профессии рудокопа. Это же просто нереально. Или реально? А может, у меня просыпается мания преследования? В связи с этим грёбаным детским домом? Чтобы черти драли эту директрису с её подчинёнными. Какие же они все уроды! Стоп, надо прикинуть ещё раз. 900 плюс 400 и плюс 300 получается 1600, а мне нужно полторы. Значит, откидываем сотню и получаем около полутора часов. Ну, хоть какой-то люфт остался. На этой радостной ноте я резко увеличил скорость своего спуска до бега, чтобы начать работать пораньше, и успеть до уменьшения силы и выносливости хоть немного накопать. Бежать с тележки вниз – не самая умная затея. Тележка на очередном повороте вильнула, налетев на камень, лежащий в колее, и уже не поехала, а полетела вперёд, утягивая меня за собой. После очередного своего кульбита она ударилась об стену и, отскочив, встретилась с моей головой и выключила сознание. Что-то часто я в последнее время теряю сознание. То эльфы меня выключают, то тележка. Не нравится мне эта тенденция. Да и вообще, почему я не отпустил эту тележку, когда она выскочила из колеи? Внезапно на меня накатила какая-то слабость. Полез в логи. Точно. Действие дебафа на силу и выносливость началось. Это получается, в отключке я провалялся около десяти минут. Неслабо мне приехало от тележки. Ну да, логи услужливо подсказали. Минус четыреста очков жизни. Критическим ударом влетела мне в череп тележка. Ещё немного и был бы трупом. Вот тебе и удача, блин. Кстати, а где моя тележка? Пропажа обнаружилась за углом. Она торчала в стене, пробив в ней дыру. За дырой оказалась темнота. Решил увеличить дыру в неизвестность. Откатив тележку в сторону, начал вынимать камни. Расковыряв дыру пошире, понял, что передо мной заброшенный штрек, засыпанный когда-то обвалом. Продолжил ковыряться, пока не смог проникнуть в этот самый штрек. Тут меня ждало разочарование и скелет, судорожно сжимавший кирку. За скелетом на расстоянии двух метров был ещё один завал. Получилась этакая своеобразная ниша, где хранились останки мёртвого шахтёра. А кем он ещё мог оказаться? Разве что охранником, но маловероятно. У скелета были сломаны четыре ребра. Видимо, его приложило этим самым обвалом. На черепе его красовалась каска с разбитым фонарём на лбу. А сам он был одет в ярко-оранжевую жилетку, и почему-то у него отсутствовали штаны. Ну да, ни разу не охранник. Где же он раздобыл такую яркую краску для своей жилетки? Светофор, да и только. Но тут система подсветила мне свойства этой самой жилетки, и я поперхнулся. Хорошая жилетка рудокопа. Броня 10, вес 1 килограмм. Прочность 54 и 160. Эффект рудокоп плюс один. Офигеть, дайте ещё. Осмотрел всё остальное, и каска с киркой заставили меня исполнить джигу. Хорошая каска рудокопа. Броня 10, вес 1 килограмм. Прочность 51 и 160. Эффект рудокоп плюс один. Хорошая кирка рудокопа. Урон 1-3 дробящий. Вес 5 килограмм. Прочность 84 и 160. Эффект рудокоп плюс один. Да и это просто праздник щедрости какой-то. Ни секунды не сомневаясь, я раздел скелета и нацепил на себя его жилетку прямо поверх своей рубахи. Выдрузив на себя каску и взяв его кирку, а свою убрав рюкзак, начал копаться в настройках интерфейса. Что-то мне подсказывало, что другим рудокопам лучше не знать о свойствах моих новых вещей. Но наверняка должен быть какой-то флажок об отображении свойств экипировки. Не может не быть. Есть. Нашёл. А тут оказался ещё один флажок, даже более мне необходимый. Настройка видимости предметов экипировки. Как выяснилось, этот флажок у одежды просто показывает или не показывает её на персонажи. Но выпадение вещи при этом при обыске не отменяет. А жаль. Отключил отображение каски и жилетки от греха подальше. У кирки отключил отображение свойств. Отдал скелету салют его же киркой, торжественно объявил. Спи спокойным, дорогой товарищ. Родина тебя не забудет. Получено задание. Покой мёртвого рудокопа. Необходимо похоронить останки мёртвого рудокопа, а также оповестить близких о его кончине. Вот кто тянул меня за язык. Хотя, что я теряю-то? Штрафа никакого вроде нет. Правда, и про награду ничего не сказано. Хотя вот это как раз очень странно. Собрал косточки, оказавшегося столь полезным для меня схелета в рюкзак, и пошёл к своей жиле. Оказалось, что я её пролетел. Жила порадовала тем, что шанс добычи второго куска руды стал стопроцентным. А также появился 20-процентный шанс на третий кусок. А это очень даже неплохо. Шанс выпадения аметиста также подрос. И теперь составлял 3,6%. Очень даже неплохая прибавка к выполнению нормы. За последующие 4,5 часа я успел добыть 490 кусков руды. Что получилось даже больше, чем до этого на полной выносливости. И 6 аметистов. А вот тут уже поменьше. Но норму по аметистам я сегодня уже выполнил. Ура, товарищи! А всё добытое даже превысило вес, который я могу дотолкать на тележке. Пришлось оставить в штреке 11 кусков руды и свою старую кирку. Когда я вёз свою тележку к куче, меня ожидала новая порция радости. Погасли магические светильники. Между кучей и входом в шахту метался какой-то орк и предлагал обменять 100 кусков руды на один аметист. Никто почему-то не соглашался. Выгрузив всю добычу, один аметист я оставил для обмена с тем орком. Мне сотня кусков руды сейчас будет очень даже в тему. Меняешься? Да. У тебя есть лишний аметист? Лишнего нет, но поменяться могу. Только не на сотню, а на две. Да ты белины объелся? Где ты такие курсы обмена видел? Никогда я ещё за 150 не переваливал. Да и потом, после нормы у меня осталось только 100 кусков. Тогда давай так поступим. Я дам тебе аметист, ты мне сотню, и пойдёшь со мной добывать оставшиеся 50. Когда будешь и отдашь, свободен. По рукам. Вот только надо факел раздобыть. А где его взять? Да вон у непися повара. А разве повар непись? Ага, тоже купился. Орк усмехнулся, показав свои внушительные клыки. Колоритный персонаж, правда? Ну, чисто совковый еврей. Кто? Интеллигент, говорю. Подойдя к повару, я отсыпал ему 10 кусков руды, из-за чего выскочило системное окно о повышении репутации с поваром на 10 пунктов. Не забыл, значит. Похвально, похвально. Вы наверняка что-то хотели. Да, мне нужны факелы. Ох, вы желаете трудиться и ночью? Что ж, их есть у меня. Всего 10 руды и отличный факел на час работы ваш. Ну что вы, как можно так завышать цены? Это же грабёж среди бела дня. А вы походите по базару, поторгуетесь, может, дешевле найдёте. По какому базару? Что, вы таки тоже его не видите? Вот и я не наблюдаю сего чудного места. Так кто вам сказал, что здесь можно торговаться? Монополия – очень удобная вещь, скажу я вам. Но заради вашей прекрасной памяти к обещаниям, скидка таки у вас будет. Десять процентов, зато постоянная. Но учтите, моё доброе отношение не резиновое и распространяется только на вас. А если я узнаю, что вы наживаетесь на моей доброте и щедрости, то скидка исчезнет. Я приобрёл пять факелов. И тут заметил ступор и круглые глаза сопровождавшего меня орка. Ну, чего встал-то? Парень, ты первый, кто смог получить у него скидку. Да ладно. Что, неужто никто до сих пор ничего не давал ему? Да как-то в голову, видно, никому не приходило. Кто-то от него отмахивался, кто-то забывал отдать. А кто-то и просто решил этого не делать. Нельзя так. Слово надо держать. Так ведь не пись. Ну и что? Слово оно и в Африке слово. Держать его нужно всегда. Даже если ты его в ведру помойном удал. Ладно, пошли вниз. Вниз, правда, сразу отправиться не удалось. Побежали на кучу. Я высыпал оставшиеся пятьдесят пять кусков, а орк свой аметист. Тут он сделал небольшую паузу. Что, обмануть меня хочешь? А мне казалось, что ты уже убедился в необходимости верности своему слову. Он кивнул головой, решившись, и мы пошли в шахту. На этот раз спускаться так глубоко вниз необходимости не было. Мы сделали только один оборот до свободного штрека. Орк добыл оставшиеся пятьдесят кусков за пятьдесят три минуты, под конец скрикнув от радости. Ему выпал аметист. Вот видишь, верность слову всегда вознаграждается. Он на меня покосился и тихо пробормотал. А если бы я просто пошел копать руду дальше, то добыл бы его сам, и не пришлось бы отдавать за него руду. Но ты же мне руду не даром отдал, а этот аметист пойдет в твою завтрашнюю норму. Твоя правда. Что ж, до завтра. До завтра. Я за это время успел добыть девяносто кусков руды и тоже один аметист. Да плюс пятьдесят моего напарника. Да плюс одиннадцать внизу. Черт! Совсем о них забыл. Решил сбегать вниз. У меня, кстати, осталось всего четыре минуты горения факела. Быстро загрузил свою добычу в инвентарь и бросился вниз со всех ног. Добежать до своих запасов едва успел. Факел зашипел напоследок и погас. Стало темно. Очень темно. Но все же что-то смутно видно. Тьфу, это же мое ночное зрение работает. Но помогает слабо. Выбраться из шахты, конечно, можно, но вот руду добывать весьма проблематично. А у меня же есть светлячок. Вот голова-то дырявая. Запустил заклинание. Ничего не произошло. Вообще. Что за ерунда? Полез в логи. Нашел уведомление системы. Ну да, все текущие заклинания заблокированы. Засада. А я уже рассчитывал факелы сэкономить. Обидно. Решил на всякий случай попробовать все заклинания. Здесь меня тоже ждало разочарование. Все мои заклинания заканчивались ничем. Насыщение энергии написало, что насыщать энергии нечего. А вот это уже какой-то результат. Это уже не просто пшик. Захват душ тоже не работал. Пшик. Даже если насыщение энергии и работает, то мне от этого теперь не холодно и не жарко. Попробовал оставшееся познание камня. Оно неожиданно написало, что нечего познавать. Вот интересно. А если будет чего познавать, оно сработает? Оставим надежду на будущее. Придется, видимо, выбираться в полной темноте. Пока тащил добычу до верха, ночное зрение успело вырасти. Видно, стало чуть лучше. Но самую капельку. Наверху сдал руду и побежал обратно в шахту. До нормы не хватало еще почти 300 единиц руды. На сей раз вниз я спускался не так быстро. Во-первых, без факела значительно хуже видно. А во-вторых, не хотелось еще раз получить тележкой по голове. Через 3 часа и 3 факела я добыл еще 250 кусков руды и 3 аметиста. Это подвело меня к печальному выводу о необходимости закупки новой партии факелов. Итого у меня 401 кусок руды и 4 аметиста. Надо добыть еще 48. Отволок 360 кусков наверх. На обратном пути сила и выносливость упали еще на 20% и составляли уже всего 40% от номинала. Оставшиеся до нормы камни я добыл за 35 минут. Бонусом послужил еще один аметист, минусом же – растрата последнего факела. Отнес все вверх, даже не воспользовавшись тележкой. Высыпал руду в кучу. Табло привычно увеличило показатели, а система отметила. Вы выполнили дневную норму. Спасибо за сотрудничество. Да разработчики вообще шальные люди. Ничего себе сотрудничество. Повара-орка не было на привычном месте. Хорошо, хоть шрам торчал у кучи. Спросил у него, где можно поспать. «Вон барак, не видишь, что ли?» Вяло поблагодарив его, поплелся в указанном направлении. В бараке все спали в повалку. Никаких коек, матрасов или подстилок не предполагалось. Свободный пятачок земли был в конце барака. Последнее, что я заметил перед тем, как вырубится, время – два часа ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!